Перед началом рабочего дня обязательное измерение температуры сотрудников торгового предприятия, ношение масок и перчаток продавцами, наличие санитайзеров на входе в магазин или ТЦ, а также антисептиков на каждой торговой точке, регулярная дезинфекция помещений, разметка социальной дистанции. Вот небольшой, но очень важный перечень требований для общественных мест в период пандемии. Нужно это соблюдать, потому что пандемия еще не ушла, и надо с ней побороться. Представители администрации Ленинского городского округа совместно с общественниками муниципалитета проверили, насколько добросовестно соблюдаются эти санитарные меры в торговых предприятиях. Первым местом инспекции стал городской рынок в Видном. Здесь единственным замечанием стало отсутствие разметки социального дистанцирования. Сейчас все прошлись по всем торговым точкам, все соблюдают масочный режим, перчатки, но есть такое замечание, что не везде есть разметка социальной дистанции. Хотели спросить, в какое время сможете устранить? Сегодня? Сегодня. Да, это не проблема. Все отлично. Ну я вижу, что здесь узкие проходы, но, соответственно, как бы все равно нужно разметить, чтобы люди придерживались этой социальной дистанции. Делаем. И если с крупными торговыми точками все в порядке, замечаний почти не выявлено, то с нестационарными торговыми объектами, как обычно, много проблем. Правила торговли не соблюдаются, товар выложен за пределами НТО. Нет информационной таблички о соблюдении социальной дистанции, нет и документов на торговлю. Должны быть у нас сейчас здесь на торговой точке все сертификаты на продукты. Сейчас посмотрим, есть ли у человека еще и медицинская табличка. Здравствуйте, администрация Ленинского городского округа. Это Николаевна Спирина. Сейчас скажем, пожалуйста. Скажите нам, пожалуйста, у вас есть медицинская табличка? Вот сейчас прямо есть. Вы продавец? Нет. А кто вы? Вот вы только что отпускали товар. Подобные проверки сотрудники администрации Ленинского городского округа проводят ежедневно. В целом, говорят, ситуация удовлетворительная, но встречаются и несовестливые предприниматели. Беспокойство вызывает именно этот торговый объект, потому что не реагирует на замечания. Неоднократно с ним уже приходил и торговый отдел администрации, и территориальный отдел. И, как мы видим, и гостадам технадзор. Выписывались и штрафы, и делалось замечание. Но пока мы не видим какого-то должного образа и реагирования торговой точки. Думаю, что следующий будет наш шаг – это сообщение главе о возможности отзыва разрешения и ликвидации и схемы размещения данного объекта. В этот раз в рейде принял участие представитель госадам технадзора, который пояснил, какие меры могут быть применены в отношении таких продавцов. В таком случае вручается уведомление, устанавливается, вот есть информационная доска, там указаны все данные предпринимателя, которые здесь осуществляют деятельность. Направляется уведомление о явке в территориальный отдел для рассмотрения, выяснения обстоятельств для рассмотрения дела административного правонарушения. А штраф какой-то за отсутствие документов на месте? Их присутствует? За это не предусмотрена административная ответственность. Парикмахерские и салоны красоты – еще одно общественное место, где в период пандемии предусмотрены особые санитарные меры. Мы сейчас находимся по адресу Березовый дом Ди. Здесь уже неоднократно была проверка Роспотребнадзора. Но по жалобам жителей эта торговая точка, где оказывают парикмахерские услуги, все равно ведут деятельность без нормы. Санитарных норм – это наличие антисептика, масок, одноразовых халатов, которые все парикмахеры должны носить. Сейчас мы вместе с вами уже посмотрим, насколько сейчас выполняются эти нормы. На этот раз к сотрудникам парикмахерской претензий не было. Работа идет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Дорогие друзья предпринимателей, я вас очень прошу, берегите себя, своих близких клиентов и своих сотрудников. Это нужно. И прошу к этому отнестись с пониманием. И не стоит забывать, что санитарные меры распространяются не только на продавцов, но и на покупателей. Посещая торговые точки, не пренебрегайте масками и дезинфицируйте руки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. ВИДНЭТВ.